Ребят, короче, смотрите, сейчас вот прошел мой рабочий день, грубо говоря, да, вот, кто не помнит, меня зовут Ренат, я работаю автоинструктором, что хочу сказать, вот у меня прошел рабочий день, и уже самое его завершение он у меня идет, и сейчас мы выезжаем в город, и я говорю курсанту, настрой правильно зеркала для города, то есть для полигона зеркала настраиваются определенным образом, для города настраиваются определенным образом, и я знаю, что думаю, да, я запишу видео, потому что люди, ну, скорее всего, не все знают, как правильно настраивать зеркала, поэтому сейчас будем учиться настраивать зеркала, погнали! Вот, ребят, как настраивать зеркало, на примере, ну, в данном случае правого зеркала, сейчас покажу, как это все делается правильно, то есть на полигоне, когда вы ездите на полигоне, вам нужно видеть низ, то есть опускаете вот эту вот ручку, если здесь представить циферблат часов, то где-то в 19 часов, для того, чтобы вам видеть основание колышков, на гараже, на параллельке, это будет, ну, вообще топчик, для города зеркало настраивается уже по-другому, как? Вы должны, помимо того, что его поднять, с водительского уже зрения получается, да, ну, здесь будем отсюда показывать просто, вам нужно видеть обязательно корпус машины, вот, видно корпус машины, и если посмотреть, вот там здание горизонта, горизонт приблизительно посередине зеркала должен быть, понятно, как его настраивать? Да. Настроила? То есть, видишь корпус машины, вот смотри, видишь корпус машины, и видишь горизонт приблизительно посередине зеркала. Угу, примерно так. Примерно так? Да. Вот и все, больше ничего делать не надо, то есть, если вы сидите, да, и у вас вот так вот будет загнуто зеркало, соответственно, ты сидишь, смотришь, ты видишь вот, то есть, ты не видишь все, что происходит вот там, а видеть это надо, поэтому корпус машины должен торчать чуть-чуть, вот, опа, и ты видишь все, что здесь происходит, то есть, осмотреть мертвую зону тоже, в принципе, было бы неплохо. Еще добавить корпусом наклончик, и все будет прекрасно, будете видеть всегда, что происходит в мертвой зоне.